соя сорт плоденс сегодня 25 июня сформировал формируется ну шестой лист даже и начинает свести первые цветки появляются высота сантиметров 30 взял с собой лопатку бактерии также присутствует на корнях у основания и чуть подальше также вчера буквально немного осадков дождя совсем чуть-чуть и сразу видна реакция сои на 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 влагу сразу основание стебля появились корешки буквально ну и не только у основания таком случае сейчас влагой есть проблема почвы трескаются и вот в этом месте буквально вчера выполнил дождя жалко что не не на всей территории только на части и естественно посевы очень сильно страдает как бы там ни было по ростковой мушки или мухи так вот я не могу сейчас уже найти эти растения это вот как раз на этом поле где-то до пяти растений было выпадов но разнокалиберность конечно свои присутствует возможно это было связано как раз с таким вот повреждением но разнокалиберность присутствует но как бы в основном растение все равно больше похожи друг на друг чем ну если вот вот это может быть то есть слабенькое растение это вот похоже на то растение которое было повреждено а так что-то погибло высохло и превратилось в труху что-то просто не вылезло что-то легко перенесло эти повреждения и восстановилось то есть на данный момент конечно тема эта тема имеет имеет место быть я имею ввиду именно повреждения именно борьбу ну пока вот на самом деле еще никак не боремся потому что можно сказать что только узнали об этом это по ростковой мухи по защите какая здесь была защита поле было здесь относительно чистое здесь была пшеница здесь была опять же безотвальная обработка затем уже по весне закрытие влаги на этом участке через какое-то время потому что рано еще было начинать сеять сою предпосевная культивация посев сои и уже следующий этап это было внесение почвенного препарата здесь был гамбит гамбит уже по по всходам это до посева до всходов то есть после посева до всходов а после всходов сходов здесь работали базагран плюс хармони фазы были разные то есть это может быть это было два настоящих листа в зависимости от конечно от сорняков на тот момент и чуть позже уже работали противозлаковым препаратом ну так в общем поле чистое но я думаю что больше даже больше это из-за своей относительной чистоты конечно проблемы были но вот как раз проблемы с которыми эти препараты исправились потому что если бы здесь были бы другие проблемы потому что есть поля где есть тот же молочай на участках также где есть а сот тоже как бы это проблема с которыми эти препараты как раз не работают не справляются и там приходилось еще дополнительно вносить гербициды чтобы хоть как-то сою создать более конкурентные условия то есть вот так вот так вот соя на данный момент выглядит есть также на некоторых участках особенно на более засоренных участках присутствие присутствие репейницы гусеницы репейницы так как осот был выжжен вегетативная масса была выжжена репейницы ничего не осталось как перейти на на сою то есть вот такие вот моменты присутствуют на сегодняшний день соя конечно уже должна быть рослой уже должна быть ну хотя бы по колено но погода как бы внесла свои коррективы есть отставание отставание по всем культурам а где-то уже даже идет наверстывание особенно по зерновым а вот по широколиственным по допустим сои даже по кукурузе тоже есть отставание потому что кукуруза особо не растет из-за того что нет влаги и и тот момент когда и плюс жарко достаточно и тот момент который был более такой прохладный период он был очень более прохладный период и она тоже был она не росла из-за того что тепла просто не хватало не хватало тепла а сейчас не хватает влаги тепла может быть и достаточно но все равно как бы жарко но здесь вопрос уже во влаге упирается все во влагу так что вот так вот на сегодня на сегодняшний день такая вот картина надо сказать что классная везде есть такие проблемы сои конечно чуть-чуть отстаёт выбивается из графика чуть-чуть чуть-чуть kommt